Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и сегодня у нас в меню очень увлекательные темы. Судите сами. Рвущиеся гены, сатанизм... ...и Егор Крид. Хорошая компания, не правда ли? А самое главное, нам предстоит узнать, как всё это добро связано с российским образованием. К сожалению, связано. Но начнём, пожалуй, с чего-то простого, близкого и, увы, совсем не удивительного. Ну, если вы не первый день на свете живёте. Я думаю, ни для кого не будет секретом, что процесс обучения, что в школе, что в вузе, жёстко регламентирован. На бумаге. И выкинуть или добавить какие-то темы исключительно по собственному желанию преподаватель не может. То есть, в реальности-то можно сделать всё, что угодно. Если очень захотеть, можно и в космос полететь. Но по бумагам нельзя. И вот этим своеобразным ограничителем, который, по идее, должен добиться того, чтобы и Маша из Владивостока, и Саша из Калининграда к концу 11 класса обладали одинаковым объёмом знаний, являются ФГОС. Федеральные государственные образовательные стандарты. Они периодически меняются. К примеру, если вы со своим сыном-одноклассником с трудом справляетесь с очередной творческой исследовательской работой, ну, всякое бывает, которую, по идее, ребёнок должен сделать сам, скажите спасибо именно новым ФГОС. Спасибо. И вот в середине октября был объявлен состав Совета Минпросвещения по этим самым ФГОС. Главой Совета Ольга Васильева назначила саму себя. А остальные члены комиссии это чиновники, 63%, ректоры вузов и руководители колледжа и училищ, 19%, и представители общественных организаций, 17%. Количество школьных учителей в Совете по ФГОС, 0%. А, собственно говоря, а почему бы и нет? Именно эти люди будут решать, какие произведения будут рассматриваться на уроках литературы в том или ином классе. Привет, интересные, актуальные подросткам произведения. Точнее, пока. Как и в каком объёме будут изучаться темы по каждому предмету? Как вообще должен строиться некий идеальный урок в вакууме? Естественно, чиновники отлично знают, что нужно современным школьникам. С какими проблемами сталкиваются учителя и ученики, к примеру, при подготовке к ЕГЭ? Серьёзно, но им ли не знать? Вообще, можно только порадоваться, что вектор развития российского образования будут выбирать в том числе и товарищи, имеющие весьма смутные представления о реалиях российской школы. Взгляд со стороны, скажем так. Ну вот что дельного могут предложить люди, которые сейчас работают с детьми? Да ничего! Практика, опыт, теория! А если серьёзно, мне даже страшно представить, что они там навыбирают, все эти физики-теоретики. Так что, учителя, школьники, родители, вы там держитесь, хорошего настроения. И что там дальше по списку? Последнюю пару недель я всё чаще думаю о том, что мне нужно тщательнее выбирать слова в роликах. О чём бы я не заговорил, всё сбывается. Практически. Судите сами. Выпускаю видео об отсутствии у школы серьёзных мер воздействия на ученика. Тут же в Магнитогорске целый класс переходит на домашнее обучение из-за одного второклассника. Если вы об этом ещё не слышали, то ссылка на мой последний ролик будет в описании. В середине этого лета я рассказал вам об инициативе депутата Новосибирской думы Михаила Бардашевича, который предложил вести новый урок нравственности и духовности. Первый вопрос, который возникает, когда кто-то ратует за введение нового предмета. Зачем? Прост. Уроки духовности нам нужны, чтобы отучить молодёжь от мата. Угу, угу. Которые вызывают мутации в теле человека и приводят к вырождению нации. Чёрт. И здесь на грани адекватности не удержались. В конце того выпуска я предположил, что уже в этом учебном году найдутся школьники, которые услышат весь этот... Бред. Тут главное не использовать слова, приводящие к вырождению нации. Прямо в школе. Ну что ж. Я оказался прав. К сожалению. Серьёзно, мне очень жаль. Ммм, школьники и нецензурная лексика. Об этом можно говорить вечно. В Уфе сотрудник библиотеки номер 35 прочитала девятиклассникам лекцию о вреде сквернословия и употреблении нормативной лексики. Как сообщает Росбалп, лектор сообщила подросткам, что при использовании бранных слов корёжатся и меняются местами гены, рвутся хромосомы и запускается программа самоликвидации. Не знаю, что там с генами, а вот мозг после таких новостей страдает не по-детски. Далее сотрудница библиотеки сослалась на множество исследований в разных странах и сообщила школьникам, что каждое произнесённое нами нецензурное слово отчётливо влияет на генетику. Ой, даже не знаю, что сказать, чтоб гены не покорёжились. Едва ли не больше самой ситуации меня разочаровали комментарии людей. Молодец, может хоть немного остановится словесная помойка. Обо всех естественных и нормальных проявлениях человеческой жизни теперь надо писать как о геройствах. Или сам факт, что где-то детям рассказали правду, так смутил прогнившие СМИ. Умница! Один из способов скрыть давно известный факт в узких кругах и засекреченных исследованиях. Высмеять! Браво! Хлопаю мракобесом, накропавшим статейку. Согласна с тем, что мат – это словесная помойка. Знаю такой случай, когда юноша, громко матерясь над рекой, нырнул в воду, вынырнув, вышел на берег и упал мёртвым. Я была свидетелем этого. Ну пусть даже бред, но хоть какая-то попытка остановить шквал сквернословия. Все эти комментарии я взял на педагогическом портале, но очень надеюсь, что они всё же принадлежат не учителям. Потому что совершенно не важно, какой предмет ты ведёшь, но если в твоей головушке отсутствуют просто самые минимальные знания по биологии, зато присутствует подобная фигня, рано или поздно весь этот винегрет ты вывалишь на своих учеников. Если ты веришь, что от какого-то слова у тебя порвутся гены, прости, конечно, но уровень твоего образования не позволяет тебе кого-либо учить. Вот в битву экстрасенсов или на РЕН-ТВ – да, в школу нет. Нельзя в 9 часов утра рассказывать девятиклассникам о рвущихся хромосомах, а в 10 отправлять их на урок биологии и ожидать каких-то адекватных результатов. Просто нельзя. Вы либо пытаетесь показать человеку научную картину мира, что, по факту, главная задача школы, либо сейте мракобесие. И, увы, эти процессы взаимоисключающие. Не стоит после этого удивляться, что толпы людей несут последние копейки очередному шарлатану. Потому что если вы считаете нормальным рассказывать о матье в ключе «Разрушаются гены?» Будьте последовательны. Признавайте тогда и советы из серии. «Если мамочка проработает внутренние обиды, аутизм у ребёнка пройдёт». Хотел бы я сейчас сказать, что я сам придумал эту фразу, но нет. Это очередной целитель из Инстаграма. Если за псевдонаучной фигнёй стоит благая цель, меньшим бредом она от этого не становится. Нельзя заставить человека верить в одну ересь, а после этого надеяться, что он будет фильтровать другую информацию. Это так не работает. Максимально лицемерно поддерживать одни сказки, а потом возмущаться, когда уже на ваши уши развешивают лапшу. Там тоже цель благая. Вроде бы. Понятно, что за пугающими рассказами о хромосомах стоит обеспокоенность. Сейчас иногда ученики начальной школы матерятся не меньше здоровых мужиков в курилке. Но если единственный способ повлиять на культуру языка запугать до полусмерти, простите, что-то здесь не так. Если вы не можете не скатиться в средневековье во время объяснения подростку, почему материться некультурно, может вам тогда и не стоит браться за эту тему? Практически у всего пропагандистского мусора есть доброе зерно. Смотрите сами. Кстати, все истории взяты из комментариев подписчиков. Учитель математики прямо на уроке рассказывает о злой Америке, Украине и агрессивных геях. Повышает патриотизм. Ну да, немножко где-то сгустили краски. Но зато родину будут любить. Профессор философии одного из вузов ставит на экзамене студенткам максимум тройку. Знаете, чем он это аргументирует? Девушка в вашем возрасте должна уже детей рожать, а не образование получать. Несправедливо, скажете мне вы. А у нас в стране проблемы с рождаемостью. Отвечу вам я. Оправдывает ли благая цель присутствия в стенах школы этих сказок Венского леса? Я, честно говоря, сомневаюсь. Кстати, эта новость была бы для вас... Не новостью. Если бы вы были подписаны на мой инстаграм. Там в сторис все искореженные гены появляются гораздо быстрее. Ссылка будет в описании. Естественно, защищать школьников нужно не только от генов и хромосом, но и от антироссийского влияния. Я думал, что повидал уже все, пока не наткнулся на официальный разбор татуировок Егора Крида на сайте Роскомнадзора. Не спрашивайте, что я там делал. Это даже для меня перебор. Сама идея проверить исполнителя родилась у Тюменского родительского комитета. Похлопаем. Даже не знаю, с чего начать. Может быть, узнаем, как татуировки Егора влияют на детей? Внешний образ певца Егора Крида отличается богатством татуировок на теле, которые он активно демонстрирует в соцсетях и во время выступлений. Язык тела в виде татуировок с древних времен носит ритуальный мистический характер. Как и в древности, современные татуировки символизируют сакральную принадлежность носителя к узкому кругу посвященных – от жрецов, воинов, до рабов и преступников. Осталось только понять, к какому конкретно кругу посвященных относится именно Егор. Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации, как антироссийской. Такой вывод подтверждается утверждениями о рэпе как идеологическом оружии сатанизма в книге Четвериковой. Идеи сатанизма активно пропагандируются через социальные сети. Их распространяют эстрадные рок-звезды, артисты и режиссеры, журналисты и философы. Если раньше важнейшую роль играла музыка тяжелого металла, представители которой отчетливо проводят в своих песнях темы самоубийства и ритуального убийства с расчленением, то сегодня на первый план вышел рэп. Приехали! Егор Крит – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущий антиценности сатанизма через музыку российской молодежи. Как говорится, кто б сомневался. Мне, конечно, как филологу больше всего понравилась та часть исследования, в которой разбирается тайное значение фамилии Егора. Для русскоязычного населения слово Крит ассоциируется с древнерусским словом Кривда, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово Крит расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу. Я один, у кого фамилия Крит вообще никак с Кривды не ассоциировалась. Конечно же, без очередного исследования о влиянии мата и тут обойтись не могло. Когда человек выражается нецензурными словами, происходит жесткая вибрация голоса, которая удесятеряет на какие-то мгновения защитные свойства организма, подавляет психику другого человека, разрушает его, доказано, что бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью в тысячи рентген. Господи, тысяча чер... рентген. Отрицание семейных ценностей равносильно убийству русского самосознания, а значит всего народа. Для этого достаточно заменить базисные убеждения в отношении семьи на противоположные, что успешно выполняет Егор Крит. Слушайте, мне даже интересно стало, о чем там таком Крит поет? Обманутая таким образом доверие подростков вовлекает их в западню псевдолюбие, пародию на любящего человека, злонамеренного притворства. Аналогией такого обмана есть в русской народной сказке «Волк и семеро козлят», где разоблачается злодейское воздействие измененного голоса, подделанного под материнский тон на коллективное сознание детей. Можно как угодно относиться к творчеству Крида, но подобные разборы с мутагенным эффектом, вибрациями голоса и сатанизмом – это просто песня какая-то. Грустная. Зато школьники защищены, и здесь мы возвращаемся к этой самой благой цели. Я хочу, чтобы детки слушали только качественную музыку. Интересно, кто конкретно решает, какие песни считать хорошими? Глупый вопрос. Ну что ж, я беру щепотку антинаучных слухов, приправляю мистицизмом, довожу до кипения теории заговоров, и вуаля, официальное… Официальное, черт побери! Исследование готово! И в этом-то и состоит весь ужас ситуации. Это не очередной специалист где-то что-то вякнул, это официальное, типа научное исследование. Это финиш, господа! Убери мою подругу! Призыв к убийству. Пропаганда алкоголизма! Можно я тоже экспертом буду? Нет. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, вы отлично знаете, как мне это показать. Не забудьте поддержать этот ролик лайком. Кроме того, подпишитесь на канал, если вы все еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео в следующий понедельник. А я желаю вам всего самого хорошего. И до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok